Они не привыкли к фанфарму интервью. Их ежедневная работа это забота о других. Но сегодня авторы социальных проектов сами в центре внимания. Бизнес, который не приносит быстрых денег, но делает мир лучше. В этом заинтересованное и государство заявил на церемонии награждения первый вице-премьер правительства региона Андрей Назаров. Необходимо сделать этот сектор экономики не только прибыльным, но и в первую очередь полезным для общества. Это, на самом деле, очень важная задача, потому что именно социальные предприниматели дают возможность в тех направлениях решать те цели, которые, в общем-то, для большого бизнеса, может быть, кажутся слишком мелкими, а для малого бизнеса, может быть, кажутся слишком неприбыльными. И только социальные предприниматели, хотя и получают, конечно, социальные предприниматели у нас обеспечены государственной поддержкой, но при этом есть много вопросов, которые еще требуют решения. Например, опять же, формирование коммуникации между бизнесом, между людьми, между малым бизнесом и теми людьми, кто нуждается в помощи. Так, Благовещенский проект «Пенсионер меняет профессию» призван лучшим в номинации «Занятость и вовлечение в социально активную деятельность нуждающихся». Пенсионеры и те, кто только готовится выйти на заслуженный отдых, учатся быть парикмахерами, сиделками и даже осваивают компьютерные программы. Результат – не только сертификат о новой профессии, но и возможность трудоустройства. Переобучение все-таки сейчас начали заниматься, но предоставлением рабочих мест, как правило, мало кто занимается. Таким образом, переобучив, просто людей, пожилых и предпенсионеров пускают в свободное плавание. Им надо помогать вновь вернуться в общество в качестве не только участников, но и активных участников. А вот Альбина Тарасова открыла в Ишимбайе развивающий центр для детей. Начинала с малого. На момент открытия было 30 воспитанников. Сейчас их 300. Альбина планирует расширить свой социальный бизнес и создать в городе частный детский сад. А для этого воспользоваться государственной поддержкой. Мы хотим открыть именно для малышей от полтора до трех лет. Немножко есть проблема с помещениями, потому что очень мало помещений, пригодных именно для получения образовательной лицензии. Хотелось бы, конечно, поддержки от администрации города именно в получении муниципальных помещений. А также хотелось бы, я не знаю, насколько это, конечно, реально, хотелось бы пересмотреть коэффициенты по виду деятельности, по аренде, именно по доп. образованию. Ну, потому что аренда не маленькая. Мы понимаем, что не каждый станет футболистом, не каждый станет профессиональным спортсменом, но мы ставим целью, чтобы росли именно здоровые дети, целеустремленные, воспитанные и уважительно относились как к старшему, так и к младшему поколению. Центр инноваций социальной сферы совместно с медиахолдингом РБК УФА и Минэкономики провел серию круглых столов о ведении социального бизнеса. Как поддержать негосударственный сектор, скорректировать местное законодательство, какой экономический эффект получит государство, передав часть своих функций бизнесу, например, в профориентации, дошкольном и дополнительном образовании, помощи пенсионерам и инвалидам, музейном деле. Активисты готовы взяться за эту работу, но многим не хватает знаний и навыков, поэтому для них провели трехмесячный акселератор социальных проектов. Это прикладной курс о том, как презентовать и внедрить свои проекты, получить под это финансирование, найти передовые IT-решения. Сложно взять кредит, неблагоприятная предпринимательская среда. Очень многому внимания уделялось маркетингу. Потому что маркетинг – это как раз та область, которой тоже нету знаний. А финансовому образованию много внимания уделялось. Но я лично учил искусство управления. Уже сейчас социальные предприниматели могут воспользоваться инструментами финансирования от государства. Например, владельцы новых частных детсадов могут получить поддержку на организацию ясельных мест до 300 тысяч рублей на каждое. Средства пойдут на оснащение и ремонт учреждения. Также в качестве пилотного проекта в Стерлитамаке уже начали выдавать сертификаты на сумму 6 тысяч рублей родителям для частичного покрытия ежемесячной оплаты частных дошкольных учреждений. И это далеко не все виды финансирования. Таким образом, республика поддерживает социальное начинание, как это происходит в цивилизованных экономиках. У нас все страны по-разному, но у нас, я считаю, что люди все-таки стали немножечко друг другу добрее. И на самом деле, ведь каждому нужна улыбка. И эти проекты – соцпроекты. И эти общественные деятели делают очень огромную и очень большую работу, за что я им лично благодарен. На региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года» было подано свыше 50 заявок. Эксперты оценивали финансовую модель, прикладной эффект, наличие четко обозначенной целевой группы. В итоге победителями по шести направлениям стали авторы 23 проектов. Очень важное дело делают наши победители, и поэтому от всей души хочется их поздравить с победой, наградить и пожелать им большой удачи и крепкого здоровья. И сказать, что правительство республики Башкортостан, конечно, заинтересовано и в том, чтобы и в последующие годы, как бы в эти годы проходил региональный этап всероссийского конкурса здесь, в Башкортостане, так и, конечно, заинтересованы в развитии социального предпринимательства. Публичными стали огромное количество добрых бизнесов. Это и здоровое питание, это и дошкольное образование, это и занятия реабилитации с людьми с ограниченными возможностями. То есть очень большой спектр проектов, которые имеют огромное социальное воздействие, социальный эффект. Как сообщили в Центре инновации, социальные сферы победители регионального этапа конкурса не отпускают в свободное плавание. Эксперты будут следить за проектами и в случае необходимости помогать в их реализации.